МОСКОВСКИЙ Спартак Руслан, расскажи немного о себе. Как ты пришел в футбол, как ты стал футболистом КамАЗа? Учитель физкультуры пришел к нам на урок и сказал, кто хочет попробовать в этом деле себя, то можете приходить на тренировку. Я пришел, мы с одноклассниками пришли и вот так все завертелось, закрутилось и мы начали заниматься футболом. Дальше уже я занимался на ГЭСе, на строителе. Позже меня пригласили на просмотр в КамАЗ сюда. И прошло какое-то время, я попал в дубль и затем уже в основную команду. Александр, вам сколько лет? И вы коренный челнинец? Да, я коренный челнинец, мне 25 лет. Да, я тоже коренный челнинец, мне 29. Как долго вы болеете за футбольный клуб КамАЗ? С какого года? Ну, если брать вообще в общем-то, наверное, с 2006-2005 года. Помнишь свой первый матч в качестве активного болельщика? А, да, да. Не помню, с кем играли. Помню только, что тогда зарождался клуб болельщиков Официна и мне стало интересно. Я пришел на стадион уже активно поболеть. Свой на первый матч КамАЗовский я попал в 2004 году, меня привел отец. Балтика играли, было-то в конце еще пенальти, не знаю, было это, я точно помню. Давид, сколько ты уже играешь за футбольный клуб КамАЗов? Второй сезон. С какой команды ты перешел? С футбольного клуба Химки. Откуда ты родил? С Владимир Кавказа. Как ты коротко отвечаешь на все вопросы-то? А в роли капитана с какого сезона? Ну, в роли капитана вот прошлый год и этот год. Два года получается? Да, два года. Удается? Ну, некоторые хвалят. Отлично. Сейчас предлагаю вернуться не в день матча со Спартаком, а чуточку раньше, когда вся страна узнала о том, что КамАЗ сыграет на стадии 16 Кубка России с московским Спартаком. Как ты узнал об этой новости? Какие были первые эмоции? Ну, мы ехали с командой в метровград вроде, и жеребьевка-то была в 9 утра, и мы всей командой включили на телефоне, включили колонку и начали смотреть жеребьевку. И все, конечно, обрадовались, когда узнали, что приедет такой клуб, как Спартак. Какие-то эмоции были? Кто-то, может, скричал что-то? Ура, на конец. Ну, все кричали, все кричали, все радовались, и все понимали, какой матч нас ждет. Я специально взял выходной в этот день, проснулся с утра пораньше, смотрел прямую трансляцию жеребьевки. Если честно, не верил в то, что Спартак приедет к нам. Я в тот момент находился в командировке, и мой телефон просто взорвался от сообщений о Спартак, Спартак, Спартак. Уже начались эти активные вопросы, а где можно достать билет? Телефон вообще просто разрывался до вечера, все были рады, что такой гран-при едет в наш город. Адреналин, вот эта вся эфория, да, большая радость. У тебя какая была первая мысль в голове? Показать на все, что способно. Как вы начинали подготовку к матчу с московским Спартаком? Может, что-то особенное было? На мой взгляд, команда как-то более ответственная, что ли, подходила к этому матчу. Был виден уже настрой в тренировках. Сразу же у нас создалась общая группа, то есть из самых активных болельщиков. Пошли идеи, предложения, какие рисовать баннеры, что нужно сделать, чтобы нас запомнили, увидели то, что в Челнах. Фанатизм, боление живет ярко, красиво. Быть может, тренер какие-то индивидуальные беседы проводил с игроками? Нет, никаких индивидуальных бесед не было. Просто он собирал всю команду и говорил какие-то мотивационные слова, что все возможно, мы можем обыграть. Нет, тем более даже, как он нам говорил, что Спартак находится в более трудной ситуации, чем мы. Может, как-то он разбирал по позициям каких-то персоналей Спартака, кому стоит обратить особое внимание из этого состава? Ну, мы разбирали всю команду. Он говорил нам слабые места, сильные места. Какие слабые места у Спартака? Слабые места, ну, он говорил, что можно играть через Айртона, что он в атаке очень хороший, а в обороне бывают ошибки у него. А через фланг рассказывал, то есть рассказывал до этого, там, свои ворота срезал? Нет? Ну, это тоже показывал, но вообще сказал, да, что можно играть флангами, что у них в середине очень все плотно. И лучше через фланг это играли. Давид, скажи, какие слова произнес в раздевалке перед матчем Михаил Владимирович Белов? Ой, сейчас я точно не вспомню, что я ему сказал. Можно вспомнить? Ну, я точно знаю то, что он сказал, что там такие же футболисты, как и мы. Кто, у кого будет больше желания, тот и победит. Какие были эмоции, когда прозвучал стартовый свисток? Вот вы выходите на поле, переполненный стадион, все гонят команду вперед и стартовый свисток. Что чувствуете? Не каждый день столько народу приходит. Чувствовался, ну, мандражик так, да, чувствовался чуть-чуть. Но когда прозвучал уже свисток, уже было понятно, что отступать уже некуда и нужно бороться. Мы сначала начали обороняться, мы отбивались. Ну, я помню вот это начало, когда там несколько угловых было, и мы сразу понимали, мы даже общались во время игры, что надо выдержать вот эти 5-7 минут, которые были тяжелые для нас. Ну, как видите, мы справились. Спартак предложил нам очень высокие скорости, мы к таким, ну, не привыкли и не играли еще с таким соперником. Знали то, что команда приедет основным составом, но в наших ребятах ни на секунду не сомневались, были уверены то, что они дадут бой. И, если честно, они даже превзошли все наши ожидания, которые будут, то есть бились до конца. А касательно вот эмоций, просто жили этим матчем. То есть понимали то, что такое может уже не повториться, или повторится еще не скоро. Просто наслаждались каждым моментом. Чем-то удивил Спартак вначале? Да нет, я бы не сказал просто то, что игры мы играем в чемпионате, против нас играют все вторым номером, как бы. А в игре со Спартаком сразу, ну, как бы, мы начали играть вторым номером. И для нас, может быть, это немножко непривычно было. То, что там минут 10 мы вообще не могли выйти с обороны, там, после штрафа. Александр, насколько нам известно, тебе не удалось посмотреть этот матч с трибун. Расскажи о своих ощущениях и как ты смотрел этот матч, где, с кем. Да, я отсутствовал по причинам. Я был в командировке далеко. В общем, я пытался как-то найти хотя бы какой-то интернет. Нашел Wi-Fi. Включил трансляцию прямую. Вот. Смотрел это, к сожалению, без звука. Хотел услышать, поддержку наших ребят. Все-таки мы пропустили. Спартак добился своего. Что было в тот момент в голове? Какие мысли были? Все? Да нет, никаких мыслей не было. Мысли были, я помню тот момент, когда Паша Евсеев боролся, потом упал, ему там губу разбили. Я подошел к нему, сказал, Паша, все хорошо, мы продолжаем играть. И никаких там, никакой паники не было. Мы понимали, что игра длится 90 минут, может, еще и дополнительные таймы. Мы в любом случае хотели победить, но немножко не хватило. Расскажи немного об эпизоде, когда ты заработал пенальти. Ты специально выставлял ногу, схитрил, поймал? Ну, там атака была, я помню, потом как-то меня в угол загнали, там кто-то под меня открываться начал, я не стал отдавать, сыграл в черную стенку и зоб не свалил потом. Именно в этот момент ты специально ногу выставил? Да нет, видно же, что было то, что у меня нога под левой ногой, я просто опорную ставил правую ногу. Я не помню, что я хотел сделать, но опорную ставил. Давид Караев заработал пенальти в том моменте и сам же пошел его бить. Хотя он не является штатным пенальтистом в нашей команде. Это выбор, то, что он будет бить, произошел на поле или заранее уже тренер говорил об этом? Нет, у нас есть четкая установка и у нас отсутствовал сами Гоглов, поэтому после него бьет Караев. А после Караева кто? Денис Чешьялов. Денис. Дениса тоже на поле не был тогда? Ну, тогда бы, наверное, Юра Кириллов пошел бить. Ну, вообще, кто уверен был, тот и воробил бы. Когда рефери указал на точку, какие были эмоции? Да никакие, я знал, что я буду бить и надо забивать, и все. Ну, радость, восторг и в то же время переживание, то, что нужно реализовать этот пенальти. Потому что в тайком матче давление создается очень сильное, но он справился с этой задачей. И был просто взрыв такой, эмоции, крик. Что-то невероятное, такое редко испытываешь. Что-то 1-0 был, и я сразу выбрал для себя угол, чтобы потом уже, как бы, не винить себя. То, что я до удара изменил свое мнение. Я знал, что я буду туда бить, и все. У вратаря были шансы поймать? Ну, он угадал, но он, по-моему, мяч не тронул. Не знаю. Ну, когда я увидел наш гол-ответ, я так радовался. Это непередаваемые эмоции и вообще ни с чем не сравнится. Закончился первый тайм. По трибунным помещениям вы уходили, и все трибуны скандировали «Молодцы». То есть, перед началом матча, могли представить, что переговоров счет будет 1-1? Ну, честно признаюсь, нет. Ну, я думал, что мы будем бороться, но это был для нас хороший результат, что мы ушли с нечаянным результатом на перерыв. Мы готовились играть на победу. То есть, там, то, что счет был в перерыве 1-1, так счет мог быть 1-0, 0-1. Самое главное – финальный святок, 90-я минута. Что покажет Овла? А что болельщики кричали, это было слышно и добавляло больше сил, эмоций. И не хотелось уступать ни в одном единоборстве. Зашли в раздевалку. Что сказал главный тренер? Какие слова? Ну, главный тренер сказал, что продолжаем играть так же самоотверженно, и у нас обязательно будут шансы на победу. Ну, и мы сами чувствовали, что против «Спартака». Как мы сыграли этот тайм, мы можем своими силами добиться результата. И вот начинается второй тайм. Наши болельщики растянули огромный баннер. Видели его, и какие эмоции были? Ну, да, это, наверное, впервые за то время, как я тут играю. Такой большой баннер, он и яркий, и очень красивый. И даже чуточку представился, мне вспомнился момент, когда в Лиге Чемпионов у Боруссии Дортман. Нет, я вообще его не заметил. Я только после игры заметил на фотках. То есть ты прям был полностью погружен в игру, что и не замечал, что это будет твориться? Нет, я не знаю. Я вот на фотке увидел только этот баннер. Кто придумал его и как реализовывал его? Не помнишь? Даже не помню. У нас ребята с Москвы есть, они занимаются перформансом для московских клубов. Часто из ССК «Динамо» от них родилась эта идея. А дальше уже все вместе ее старались воплотить. Что означает этот перформанс? Что там изображено? Расскажите. Смысл? Ну, это заводской рабочий, который держит гаечный ключ. Мы хотели передать смысл, что мы автозаводцы. Вот это показать. Что мы идем после этого, после работы своей, поддерживать нашу любимую команду, живем ею. Болельщик футбольного клуба «КамАЗ» Александр Ешков задает следующий вопрос. Кто из нынешнего состава нашей команды первым может заиграть в РПЛ? Как ты считаешь? Из нашей команды? Ну, наверное, Давид Караев. Почему? Ну, у него есть все качества нападающего, который способен там играть на этом уровне. Он очень быстрый и техничный. Забивной самое главное. По моему мнению, это Гогловев. Скрывать не буду. Он на данный момент один из самых любимых игроков моих в КамАЗе. Во-первых, понравилось его мышление, его техника. То есть, двигает команду вперед. То есть, ничего лишнего. Создает моменты, никогда не жадничает. И, при возможности, сам их реализовывает. Ну, я бы, наверное, даже выделил несколько игроков. Это, наверное, очевидно, что Давид Караев. Человек прибавляет с каждым просто матчем. И с того момента, как он пришел в клуб, он все становится лучше и лучше. Мне кажется, Юра Кириллов тоже нигде не затерялся бы со своим футбольным интеллектом на поле. Пример Лиги. Ну, и хотелось бы, чтобы мой самый любимый игрок Володик Лонцак бы сыграл. Человек с огромным сердцем. Кажется, он бы заслуживал того, чтобы выступить в Первой Лиге. Ну, я думаю, игра показала то, что у нас есть ребята, ничем не хуже, чем в Спартаке. Это видно было на поле. Кого из нынешнего состава Спартака ты бы взял в свою команду? Только одного человека. Только одного? Да. Кто бы усилил на нашу команду? Ну, наверное, Крал мне бы понравился. Почему Крал? Ну, работа с мячом, принятие решений очень быстро. Ну, и исполнительское мастерство у него очень высокое. Ну, мне кажется, он нам бы очень сильно помог. С Кралом общался? Ну, я в Инстаграме, когда выложил фотографии, он мне там поставил лайк и написал сообщение, что у вас очень хорошая команда и было приятно играть. Молодцы, продолжайте так же. На каком языке? На чешском? Нет, на английском. Наверное, GQ. Почему? Ну, не знаю. Сложно было против него? Да. Сложно. Конану. Кто значит для тебя футбольный клуб КАМАЗ? Готов ли ты отказаться от продолжений из ФНЛ и РПЛ, чтобы вместе с КАМАЗом проделать этот путь наверху? Ну, КАМАЗ для меня это родной клуб, где я вырос и стал профессиональным футболистом. Ну, хотелось бы командой пройти все ступени и подняться в Премьер-лигу. По игре наш КАМАЗ ничуть не уступал гранду российского футбола, но на 76-й минуте произошел эпизод, который обсуждался еще долгое время. Был ли фол тогда на тебе? Ну, во время игры показалось то, что был фол, а потом после игры сразу пошли смотреть эпизоды, там, чисто имеется. Ну, то есть тебе нужно было посмотреть, да? То есть был фол или нет? Ты сам не чувствовал? Ну, мне показалось, был фол, потому что сразу мы к суде побежали, там, по-моему, то, что фол был, но потом на повторе я увидел. Ну, он жестко созвал нас в мяч. Началась та самая контратака, где, когда мы разбирали этот момент, то тренер сказал, что все виноваты. Линия обороны вся виновата. Кто-то где-то не сузился, кто-то рано пошел встречать. Ну, и уровень мастерства Понса, который очень грамотно открылся, и, ну, это было видно. И тут же реализовал момент. Да. Ну, у них очень крутые мастера, которые не прощают. Ну, когда я упал, я первую очередь, ну, головой ударился. Головой, да, и у меня какой-то шум в голове был, но я не понял, что мы пропустили. То есть счет ты узнал только от доктора? Да, он мне сказал, мы пропустили. В этот момент что почувствовал? Ну, что, надо отыгрываться. И у нас еще было как минимум 15 минут. Вспомним еще один момент, ключевой в этом матче. Опасный штрафной у ворот Спартака. Тогда к мячу подошел ты, Караев, Воронин. Тренерский штаб на протяжении, наверное, минуты не мог докричаться. И кричали, чтобы штрафной этот пробил именно Евгений Воронин. Как вы в итоге приняли решение, кто пробьет и как пробьет этот штрафной? Ну, мы когда стояли втроем, я сказал, чтобы Женя Воронин бил в угол вратаря, потому что мы и так закрыли ему видимость. Хотя он мне говорил, что давай я лучше перекину стенку. Но я ему сказал, нет, бей с удара, уверенно, и все. Но попал он в стенку? Попал в стенку, там дальше был рикошет, и Денис Чешелов откатил ему обратно. Но и там я ему уже после игры сказал, что ты низом не пробил. Мне кажется, там бы Ребров не вытащил. А так он пробил на удобной высоте, и прямо там, где он стоял. Обычно с этой точки кто у вас штрафной билет? Всегда Женя Воронин или нет? Ну, у нас кто уверен, тот и бьет. Ну, сейчас, да, Женя Воронин очень хорошо исполняет стандарты, поэтому ему выбираем побольше. Но левая рабочая нога и тебя тоже? Ну, я еще дам с этой точки. Хорошо, договорились. Даже после второго пропущенного мяча у Камаза были моменты для того, чтобы отыграться. Как считаете, чего не хватило нашей команде? Наверное, какого-то мастерства, опыта в подобных матчах. Ну, плюс усталость, потому что видно то, что ребята выложились по максимуму. И, может, какая-то физическое состояние, физическая уступчивость, скажем так, более опытным соперникам. Наверное. Да, блин, мы нормально. Мы хорошо играли просто. И хорошо действовал в обороне Спартак. Он нам особо ничего не дал создать. Кроме, наверное, концовки, когда мы заработали угловой последний. Там была хорошая подача, и Паша Евсей просто не попал по мячу. Удивил чем-либо тебя московский Спартак? Да, я бы не сказал, что он удивил чем-то. Но все равно там ребята более опытные. Понимание футбола может быть чуть-чуть другое. Но если взять индивидуальные качества, я бы не сказал, что прям на Спартак так переиграл. Просто нам, наверное, не хватило, мне кажется, опыта немножко. Потому что когда игра уже пошла, там, тут-туда, то есть сюда, нам нужно было, может, где-нибудь тормознуть игру. Вот этого, думаю, не хватило нам. Трибуны не расходились и кричали «Молодцы!». Тем не менее, несмотря на поражение, вас все воспринимали как героев. Молодцы! Молодцы! Спасибо! 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 Что чувствовал в тот момент? Ну, чувствовалась гордость за свой клуб, за свой город, что у нас есть люди, которые даже при отрицательном результате гордятся командой. И мы их за это поблагодарили, прошли такой круг и похлопали им. Мы верили очень сильно, мы хотели пройти Спартак и увидели, что мы могли это сделать. У нас были шансы после финального ССФК. Даже я помню, я пришел в противолоку, я посмотрел на лица футболистов в команде и все понятно было. Потому что они как бы не говорили то, что ОМА хорошо сыграли, а расстроились. Наверное, это показатель того, что мы хотели большего получить от этого матча. Почему такой атмосферы нет на матчах чемпионата? Чего не хватает? Почему болельщики ходят только на топ-команду? Просто на данный момент мы классом чуть ниже, играем, соответственно, пониже. Кажется, что зрелищность поменьше во второй лиге. На самом деле это не так. Команда выкладывается, каждый матч домашний, как праздник, выкладывается интересные матчи. Если болельщик, любой, который посетил только Спартак, ходил бы хотя бы матча на три домашних, он бы это ощутил и продолжил бы, я думаю. Надо работать, побеждать и выходить в Премьер-лигу. Потому что у нас город футбольный, у нас футбол любят. И я верю в это, что наш КамАЗ будет играть в Премьер-лиге. Двигаться дальше. То есть сейчас команда, она в правильном направлении, показывает результаты. Просто не останавливаться на достигнутом. И каждый день ребятам становится все лучше и лучше, двигаться к цели. Следующий этап будет фенал. Приятно быть частью истории? Очень. Хочется продолжения? Да. Хотелось бы, чтобы таких праздников было почаще. И не только со Спартаком. Приятно все равно то, что я не забивал никогда команде Премьер-лиги, как бы. А если взять, ну, как бы важнее было бы, если мы прошли, нежели вот этот мой гол, который я забил в пенальти. Безусловно, очень приятно. И самое приятное, что ты сам делаешь эту историю. Ну, становишься частью этой истории. Хочется продолжения? Конечно. Ну, после этого матча как-то захотелось самому побольше таких, ну, участвовать в таких матчах. Ну, очень круто все было. Субтитры создавал DimaTorzok